Производственные мощности и перспективы ОДК Кузнецов оценил Михаил Мишустин. Вместе с губернатором Дмитрием Мазаровым глава правительства осмотрел цеха по производству шестерен и агрегатов, окончательной сборке газотурбинных двигателей, цех готовой продукции, а также стенд испытаний двигателей и корпус производства компрессоров газотурбинных двигателей. Завод производит и ремонтирует двигатели для военных самолетов и космических аппаратов, а также промышленные газотурбинные установки. Делегация осмотрела стенд, на котором производится окончательная отладка турбовинтового двигателя семейства НК-12, предназначенного для стратегической дальней авиации, и устраняются все дефекты, если они есть. В нашем предприятии проводится ремонт этого двигателя, изготовление нового, и, значит, испытания, окончательные испытания проводятся здесь, и отправляется этот двигатель в эксплуатацию. Компания создает двигатель ПД-8В, показатели мощности и энергоэффективности которого превосходят аналоги. За период с 2010 по 2022 год ОДК поставила заказчикам порядка двух с половиной тысяч промышленных газотурбинных двигателей. Созданная ОДК газовая турбина ГТД-110М не уступает газовым турбинам иностранного производства, при этом имея меньшую стоимость. После осмотров цехов ОДК Кузнецов делегация отправилась на РКЦ «Прогресс». Это один из лидеров мировой космической отрасли по производству ракет-носителей среднего класса. Участник практически всех крупнейших программ освоения космоса. Одна из последних разработок – малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли. В РКЦ «Прогресс» разработано и сдано в эксплуатацию более 13 модификаций ракет-носителей среднего класса и 29 типов космических аппаратов различного назначения. После посещения предприятий прошла встреча председателя правительства Российской Федерации и губернатора, на которой они подвели итоги. Очень много того, что производится в Самаре, является, я бы сказал, основой нашего технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил президент. И 30 тысяч человек, занятых на этом предприятии, показывают ежедневно, буквально в смысле слова, что можно очень эффективно, высокотехнологично работать в этой сфере. И не только в сфере оборонно-промышленного комплекса, здесь очень много предложений для гражданских отраслей. Огромное спасибо, что правительство в этот непростой период ни в коем случае не снижает финансирование. Мы все обязательства, которые перед людьми взяли, выполняем. Более того, в этом году уже нам предоставлена возможность опережающими темпами за счет специальных решений по кредитам. Фактически программу 2024 года выполнять в текущем году. Мы этими инструментами воспользуемся. Губернатор доложил главе правительства Российской Федерации о развитии в регионе системы образования. В этом году будут открыты три новые школы, в следующем еще две. В планах построить девять учебных заведений. Также Дмитрий Азаров рассказал о развитии системы здравоохранения в Самарской области. По состоянию на 1 января уже введено 115 новых медицинских объектов, закуплено 14 тысяч единиц оборудования. Полностью обновили парк скорой медицинской помощи, закупили автомобили. 40 медицинских объектов должны ввести в эксплуатацию в этом году. Отдельно глава региона остановился на медицинской помощи, которая оказывается военнослужащим. Рассказал, что госпиталь у ветеранов войн необходимо обновить оборудование для проведения МРТ. Михаил Мишустин заверил, что нужные средства будут выделены. Виктория Шаре, события.